Это абсолютная суть бытия, открытое и свободное, как пространство, светящая пустота, чистый обнаженный ум без центра и границ. Познай же, пребывая в этом свете, а я тем временем буду вести тебя. Вот появляются знаки растворения земли в воде, воды в огне, огня в воздухе, воздуха в пространстве, пространство в светоносной пустоте. О, сын благородной семьи, пришло то, что называют смертью, и тебе нужно понять. Пробил мой смертный час, и теперь, благодаря смерти, я увижу мир с позицией просветленного ума, дружелюбия и сострадания, достигну полного просветления ради всех живых существ в беспредельном пространстве. С этими мыслями именно сейчас, ради всех живых существ, я познаю свечащую пустоту смерти, как тело Дхармы. Реализуя при этом великий символ, я буду действовать для блага всего живого. Если этого не достигну, я узнаю Бордо, как оно есть. Достигая же неделимой формы великого символа Бордо, я сделаю благо всему живому в беспредельном пространстве, какой бы путь ни вел к этой цели. Не позволяй себе выйти из этого состояния и постарайся вспомнить и испытать учения о медитации, которые ты прежде познал. О, сын благородной семьи, слушай. Сейчас чистая яркость абсолютной сути сияет перед тобой. Познай ее. О, сын благородной семьи, в этот миг чистая пустота стала природой твоего ума. Он теперь не обладает никакой природой вообще, ни веществом, ни качеством подобного цвета. Это чистая пустота. Абсолютная суть. Будда-матерь Самантамбхадри. Но это состояние ума не просто нечто незаполненное. Его ничто не заслоняет. Оно сверкающее, чистое и трепещущее. И это Будда. Будда-самантхабхардра. Они неразделимы. Твой ум, природой которой является пустота, лишенная вещества. И твой ум, трепещущий и светлый. Это тело Дхармы Будды. Это твой ум, яркость и пустота, неотделимые от великого тела сияния. Не рождается и не умирает, ибо он есть Амиттабха. Будда бессмертного света. Познай это. Вот все, что необходимо сейчас. Когда ты познаешь чистую природу своего ума, как Будду, ты сохранишь состояние Духа Будды, взглянув в себя. О, сын благородной семьи, медитируй на своего Идама. И пусть ничто не отвлекает тебя. Сосредоточься на Идаме. Представь его в плотных формах. О, сын благородной семьи, слушай внимательно, не отвлекаясь. Есть шесть состояний бордо. Бордо-месторождение. Бордо-сна. Бордо-созерцание в саммадхи. Бордо-предсмертного мига. Бордо-абсолютной сути. И бордо-возвращение в сансару. О, сын благородной семьи, ты испытаешь три барда. Барда-предсмертного мига. Барда-созерцание в саммадхи. Барда-предсмертного мига. Барда-абсолютной сути в барда-предсмертного мига сияла до вчерашнего дня. но ты ее не познал, поэтому ты вынужден блуждать здесь. Теперь ты испытаешь барда абсолютной сути и барда возвращения в сансару, поэтому познай, не отвлекаясь, все, что я скажу тебе. О, сын благородной семьи, пришло то, что называют смертью. Этот мир покидаешь не только ты, это происходит с каждым. Так не испытывай желаний и тоски об этой жизни. Даже если тоска и желание хватит тебя, ты не можешь остаться. Ты сможешь только блуждать сансару. Не желай, не тоскуй, помни о трех драгоценностях, у сын благородной семьи. Какие бы устрашающие ее видения не возникли в барда абсолютной сути, не забывай слова, что я скажу тебе. Иди вперед, храня в сердце их смысл, именно в них тайная суть познания. Дима, ты следующий. Да. Да. Барда. Иди вперед, произносите слова, отчетливо и ясно, и помни их смысл. Не забывай, ибо в этом тайная суть. Уверен опознать, что все возникающее сейчас, даже если оно пугает, есть твое отражение. От сын благородной семьи, когда разделены твое тело, ум, появляется абсолютная суть. Она и значит, хотя и трудно распознать. Она светится и сверкает с устрашающей яркостью, мерцая, как мираж на весенние рожнини. Не бойся ее и не впадай в смутение. Это единственное сияние твоей абсолютной сути. Так познай же ее. Из глубины света придет могучий грохот. Это естественный звук абсолютной сути. Подобный тысяче одноименных ударов грома. Это естественный звук твоей абсолютной сути. Поэтому не бойся и не впадай в смутение. Сейчас ты обладаешь умственным телом, неосознанных стремлений. И у тебя нет тела, нет плоти и крови. Никакие звуки, краски, никакие лучи света не могут повредить тебя. И ты не можешь умереть. Это легко понять, как твои же проявления. Знай, это и есть правда. Вот сын благородной семьи. Если ты познаешь, что это твои проявления, какой бы медитацией не занимался ты при жизни, если ты не встретишь того, чему научился, света испугают тебя. Звуки ввиду смутения и лучи света устрашат. Не поняв тайной сути учения, ты не познаешь звуки, света и лучи, и будешь побуждать в сансаре. Вот сын благородной семьи. Четыре с половиной дня ты был без сознания, и теперь ты видишься дальше. Ты пробуждаешься от обморока, изумишься. Что случилось? Так знай же, это парда. Сансара сейчас опрокинута, и все, что ты видишь, возникает как свет и образы. Все пространство возсияет синим цветом, и перед тобой явится из центрального царства и проникающего в круга благовенного Вайручана. И вот тело белого цвета, он сидит на львином троне, держа в руке колесо, с восемью спицами, и обнимает супругу, вот и читал алмазного пространства. И ты из сердца Вайручаны, и его супруги, идет к тебе синий свет, такат, такантхи. Сознание в его исходной чистоте придет мудрость, хар, мат, хату. Светлое, ясное, резкое, сверкающее пронзит тебе сияние, невыносимым для глаз. И в то же время, мягкий белый свет мира богов придет и пронзит тебя. В этот миг, под влиянием зверной кармы, ты испугаешься, устремишься прочь от мудрости, хар, хату. От ее яркого синего света, но испытаешь наслаждение от мягкого белого света мира богов. Пусть не страшит тебя, и не смутит тебя, этот миг, яркий, сверкающий, такой резкий, ясный, синий свет, высшей мудрости, ибо это луч света Будды, который называют мудростью хар, мат, хату. Пусть стремитесь ему навстречу с верой и преданностью, дворя молитву. Это луч сострадания благословенного Вайрачана. Я притую в нем прибежище. Это благовенный Вайрачана идет, чтобы принять тебя на опасном пути Барда. Это луч сострадания Вайрачаны. Не ищи наслаждения в мягком белом свете мира богов. Не увлекайся им и не тоскуй о нем. Если он увлечет тебя, ты отправишься от мира богов. Будешь прощаться в кругу шести видов сансары. Это препятствие заграждает путь освобождения, так не смертье на него. Но вожила яркого синего света, и повторяй за мной эту молитву вдохновения, предсточив все мысли на благословенном Вайрачане. Блуждая в сансаре, обуянный невежеством, пусть на светоносном пути мудрости в Двахматхату, идет передо мной благословенный Вайрачана, позади меня его супруга, владычица алмазного пространства, помогите мне пройти опасную тропою Барда, дабы я стал совершенным, как Будда. О, сын благородной семьи, слушай, не отвлекаясь. На второй день воссияет белый свет, очищенная стихия воды, и в этот миг явится перед тобой благословенный Баджарасатва Акшопхья из синего восточного царства совершенной радости. Его тело синего цвета, он держит в руке пятиконечную баджру и выседает на слоновьем троне, обнимает супругу, Будда-ла-чану. Его сопровождают бодхисаттвы, Кшитигарбха и Майтрея, и женские бодхисаттвы, Ласья и Пушпа, так что появляется шесть буддических форм. Из сердца Баджарасаттвы и его супруги к тебе придет белый свет скандхи формы в его исходной чистоте. Придет зерцалоподобная мудрость, ослепительно белая, яркая и ясная пронзит тебя так, что не смогут выдержать глаза. В то же время вместе со светом мудрости придет и пронзит тебя мягкий дымный свет адского мира. В этот миг под влиянием своей агрессивности ты испугаешься и устремишься прочь от сверкающего белого света, но испытаешь удовольствие от мягкого дымного света адского мира. В этот миг не устрашись резкого, сверкающего, яркого и ясного белого света, но пойми его как мудрость. С верой и жаждой устремись к нему, творя молитву. Это луч сострадания благословенного бачра сатвы, я обрету в нем прибежище. Это благословенный бачра сатва идет, чтобы принять тебя среди ужасов барда. Это крючок луча сострадания бачра сатвы. Так возжилай его. Не ищи наслаждения в мягком дымном свете адского мира. Это соблазнительный путь, на который толкает дурная карма накопления яростной агрессивности. Если он увлечет тебя, ты не свернешься в ад, утонешь в грязном болоте невыносимого страдания, откуда не видно выхода. Это препятствие заграждает путь освобождения. Поэтому не смотри на него, отбрось агрессивность. Не увлекайся им и не тоскуй о нем. Ощити стремление к яркому сверкающему белому свету. Твори эту молитву вдохновения, сосредоточив мысленно благословенном ваджра сатве. Когда я блуждаю в санцаре, впылая агрессивностью, путь на светоносном пути зерца подобной мудрости идет передо мной благословенный ваджра сатва. Позади меня его супруга Будда Лачан. Помогите мне пройти опасную тропою Барда, дабы я стал совершенным как Будда. О, сын благородной семьи, слушая, не отвлекаясь, на третий день воссияет желтый свет, очищенная стихия земли, и в это время предстанет перед тобой благословенный Ратна Сапхава из желтого южного царства славы. Его тело желтого цвета, он держит в руке драгоценность, исполняющее желание, и восседает на конском троне, обнимая супругу Мамаки. Его сопровождают бодхисаттвы Акаша Гарбха и Самандапхадра и женские бодхисаттвы Мала и Джупа. Так что шесть буддических форм являются из пространства радужного цвета. Из сердца Ратнаса Пхавы и его супруги придет к тебе желтый свет сканхи ощущения. В его исходной чистоте придет мудрость равновесия, сверкающая, желтая, украшенная кругами света, яркая и ясная, невыносимая для глаз, пронзит твое сердце, так что глаза не смогут выдержать ее сияние. В тот же миг, вместе со светом мудрости, пронзит твое сердце мягкий синий свет мира людей. В этот миг, под влиянием гордости, ты испугаешься и устремишься прочь от резкого, ясного, желтого света, но ощутишь удовольствие и влечение к мягкому синему свету мира людей. В этот момент не устрашись желтого света, яркого и ясного, резкого и сверкающего, но пойми его как мудрость. Пусть твой ум упокоится в нем, расслабленный, бездеятельный, пусть с жаждой устремляется к нему. Если ты познаешь его как естественное сияние твоего собственного ума, даже если не чувствуешь веры и не читаешь молитву вдохновения, все формы, краски и лучи нераздельно сольются с тобой и ты достигнешь просветления. Если же не можешь познать его как естественное сияние твоего собственного ума, с верой молись ему. Это луч сострадания благословенного Ратнасамбхавы, и я обрету в нем прибежище. Это крючок луча сострадания благословенного Ратнасамбхавы, такого желаем. Не ищи наслаждения в мягком синем свете мира людей. Это соблазнительный путь неосознанных желаний, накопленных под влиянием сильной гордости. Если он увлечет тебя, ты не зайдешь в человеческий мир, испытаешь рождение, старость, смерть и страдания, ты потеряешь возможность покинуть грязное болото сансары. Это препятствие заграждает путь освобождения, так не смотри на него, отбрось гордость, отбрось неосознанное желание, не увлекайся им и не тоскуй о нем. Возжелай яркого, сверкающего, желтого света и твори эту молитву вдохновения, сосредоточив мысли на одном, на благословенном Ратнасамбхаве. Когда я блуждаю в сансаре гордостью обуянной, пусть на светоносном пути мудрости и равновесия идет предо мною благословенный Ратнасамбхава, позади меня его супруга Мамаки. Помогите мне пройти опасную тропу у Бордо, дабы я стал совершенным, как Будда. О сын благородной семьи, слушай, не отвлекаясь, на четвертый день воссияет красный свет, очищенная стихия огня, и в тот же миг явится перед тобой благословенный Амедхавха из красного западного царства блаженства. Его тело красного цвета, он держит лотос в руке и восседает на павлиним троне, обнимая супругу, пандерава сини. Его сопровождают бодхитвсатвы Авалакиштешвара и Манджушри и женские бодхитвсатвы Гита и Алока. Так что шесть буддических форм явятся из пространства радужного света. Из сердца Амедхавхи и его супруги придет к тебе красный свет сканхи, восприятие в его исходной чистоте. Придет мудрость распознавания, сверкающая, красная, украшенная кругами света, сияющая и ясная, резкая и яркая, пронзит твое сердце, так что не смогут вынести глаза, не бойся ее. В это же время вместе со светом мудрости воссияет мягкий желтый свет мира голодных духов, нищие удовольствия в нем, отбрось желания и тоску. В это время под влиянием сильных желаний ты испугаешься и устремишься прочь от резкого яркого красного света, но почувствуешь удовольствие и влегчение к мягкому желтому света миру голодных духов. В этот миг не устрашись красного света, резкого и яркого, сияющего и ясного, но познай его как мудрость. Пусть твой ум покоится в нем, расслабленный, бездейательный. С верой и жаждой устремись к нему. Если ты познаешь его как твое уже естественное сияние, даже если не чувствуешь веры и не творишь молитву вдохновения, все формы краски и лучи нераздельно сольются с тобой и ты достигнешь просветления. Если ты не познаешь его таким, с верой твори молитву. Это луч сострадания благословенного Амитабхи, я обрету в нем прибежище. Это крючок луча сострадания благословенного Амитабхи. Проникни с верой и не стремись прочь. Даже если ты отвратишься, он пребудет нераздельно с тобой. Не устрашись, не увлекись мягким желтым цветом мира голодных духов. Это путь неосознанных стремлений, накопленных сильным желанием. Если он увлечет тебя, ты не зайдешь в мир голодных духов и будешь невыносимо страдать от голода жажды, это препятствие заграждает путь освобождения. Не увлекайся им, отбрось неосознанное стремление, не тоскуй о нем. Возжелай сияющего, яркого, красного света и твори эту мгновей молитву вдохновения, сосредоточив мысли на одном, благословенном Амитабхи его супруге. Когда я блужаю сансари с желанием обуянной, пусть на светоносном пути мудрости распознавания идет передо мной благословенная Амитабхаба, поздим меня его супруга Пандара свиня, помогите мне пройти опасную тропою Барда, дабы я стал совершенным как Будда. О, сын, благородной семьи слушай не отвлекайся, на пятый день усияет зеленый свет, отчищенная стихия воздуха, и в этот миг перед тобой явится зеленого светлого царства завершенных деяния благословенной Амакханфадди Вадыка Круга, его тело зеленого цвета, в руке он держит двойную ваджру и выседает на троне испарящих миг пти-пти-шанг-шанг, обнимая супругу, самая Тару. Его сопровождают Бадхисваты Ваджи Рабхани и Сарвани Варна Вискамон Хин и женские Бадхисатты Ганда и Наиведия. Так что шесть буддических форм являются из пространства радужного цвета. Из сердца Амог Хасиди и его супруги придет к себе зеленый свет Камбхи, представляя в его исходной чистоте Придет мудрость совершения деяний ярко-зеленая сияющая и ясная резкая и пугающая украшенная дисками света прорезит твое сердце так что не смогут выдержать глаза не устрашись ее это непроизвольная игра твоего же ума так что покойся в этом высшем состоянии которое свободно от действий и забот в котором нет ни близкого ни далекого ни любви ни ненависти в это же время в мете светом мудрости тебя озарит вызванный завистью мягкий красный свет мира ревнивых богов медитируй так чтобы иссезла разница между любовью и ненавистью но есть твой если твой ум слаб то просто не ищи наслаждения в нем в этот миг под влиянием сильной зависти ты испугаешься и устремишься прочь от резкого яркого зеленого света но испытаешь удовольствие и влечение к мягкому красному свету мира ревнивых богов в этот момент не устрашись зеленого света резко и ярко сияющего и ясного не познай но познай его как мудрость пусть ум подпокоится в нем расслабленный бездеятельный с верой молись ему это луч сострадания благословенного амог амог хасиди я берету в нем прибежище это ключок ключок ключа сострадания благословенного амог хасиди мудрость и совершенное деяние так пожелай его и не стремись прочь даже если отвратишься он прибудет мерзелен с тобой нюс не устрашивай его не улетись мягким красным цветом мира ревнивых богов это манящий путь кармы накопление сильной зависти если он влечет тебя ты не зайдешь в мир ревнивых богов и будешь невыносимо страдать от сражений и ссор это препятствия заграждает путь освобождения поэтому не увлекайся и отбрось неосознанное стремление возжелай сияющего ярко зеленого света и твори эту молитву вдохновения сосредоточив мысли на одном на благословенном а мог стать дихий и его супруги когда я блуждаю в сансаре охваченный зависть путь на цветоносном пути мудрости свершения деяний идет предо мной благословенный а мог стать дихий позади меня его супруга самая тара помогите мне пройти опасную тропою барда дабы я стал совершенным как будда о сын благородной семьи слушай не отвлекаясь хотя тебе до вчерашнего дня было показано явление света каждой из пяти семей они смутили тебя ибо ты был под влиянием дурных стремлений поэтому ты остался здесь даны если бы ты познал его естественное сияние мудрости этих пяти семей является твоим же проявлением ты растворился бы в радужном свете сердце одной из пяти семей и стал бы буддой в теле блаженства но поскольку ты это не познал ты до ныне остался блуждать здесь так смотри теперь и не отвлекайся сейчас вместе являются пять семей четыре потока мудрости соединившись придут чтобы вести себя познай их о сын благородной семьи восеяют четыре окрашенных света четыре очищенных стихий в это же время Будда Вайрачана и его супруга являются как прежде из центрального царства все проникающего круга Будда ваджра царства супруга и спутниками являться из восточного царства совершенной радости Будда Ратна Самхава супругой и спутниками являются из южного царства радости Будда Радна Самхава, супруга и спутниками, являются из Южного Царства Славы. Будда Амитабахва, супруга и спутниками, являются из Западного Блаженного Царства Лотоса. И Будда Амод Хадихи, супруга и спутниками, являются из Северного Царства Завершенных Деяний, из Пространства Радужного Света. Сын Благородной Семьи Появятся Стражницы Врат, Аншука, крючок, Паша, петля, Шинкала, Шинкала, цепь и канта, колокол. Появится шесть мудрецов благословенных. Меня не слышно? Индра, стажерт, мудрец мира богов. Вимачрита, великолепной мантии, мудрец мира ревнивых богов. Лев из рода Шаки, мудрец мира людей. Тхурва Синха, непоколебимый лев, мудрец мира животных. Джвала Мукха, с пламенеющим ртом, мудрец мира голодных духов. И Джхарма Раджа, царь учения, мудрец адского мира. Явятся также Саманта Пхардха и Саманта Пхарди, Всеблагие Отец и Матерь всех Буд. Эти сорок два божества тела блаженства будут исходить из твоего сердца и являться перед тобой. Это чистые формы твоих проявлений, так познай их. О, Сын благородной семьи! Эти царства существуют не где-то вовне, а не вмещаются в четырех сторонах твоего сердца. А его центр — Пятое царство. Сейчас же они исходят из сердца, являясь перед тобой. И эти образы не приходят извне. Они лишь изначальная, непроизвольная игра твоего ума. Познай же их именно так. О, Сын благородной семьи! Эти образы не велики и не малы. Их пропорции совершенны. Каждый из них имеет свои украшения, одеяния, цвет, позу, свой трон и свой символ. Они развертываются пятью парами, и каждую пару окружает пятицветный орел. Вся мандала, мужские и женские божества всех семей появятся полностью, сразу. Познай их, ибо они — твои и дамы. О, Сын благородной семьи! Из сердца Буд пяти семей и их супруг Озарят твое сердце лучи четырех потоков мудрости, Тончайшие и ясные, как растертое сияние солнца. Сначала. Сначала озарит твое сердце из сердца Вайрачаны мудрость Дхар-Мат-Хату. Ткань из сияющих белых лучей, ярких и пугающих. В этой лучистой ткани появятся сверкающие белые диски, ясные и яркие, как зеркала. Обращенные вниз, обрамленные пятью меньшими дисками, которые украшены еще более мелкими. Так что нет ни центра, ни границ цвета. Из сердца Ваджра-Сатвы в светящейся синей ткани зеркалоподобной мудрости появится синий диск, как опрокинутая бирюзовая чаша в окружении других дисков. Из сердца Рам-Ратна-Сам-Пхавы в светящейся желтой ткани мудрости равновесия появится желтый диск, как золотая опрокинутая чаша в окружении других дисков. Из сердца Амитапхи, в светящейся красной ткани мудрости, мудрости распознавания, появится сверкающий красный диск, как коралловая опрокинутая чаша, сияющий глубоким светом мудрости, ясный и яркий, окруженный другими дисками, так что нет ни центра, ни границ света. Они тоже озарят твое сердце. О, Сын благородной семьи! И они возникли из непроизвольной игры твоего ума, они пришли извне. Поэтому не увлекайся ими, не бойся их, пребудь расслабленным и свободным от мыслей. Тогда все образы и лучи сольются с тобой, и ты достигнешь просветления. О, Сын благородной семьи! Зеленый свет мудрости свершения деяний не появляется, ибо энергия твоей мудрости еще не вполне созрела. О, Сын благородной семьи! Это называется слиянием четырех потоков мудрости, коридором ваджра-сатвы. В этот миг вспомни прежние наставления своего учителя. Если ты вспомнишь смысл рассказанного тебе, ты поверишь своим прежним ощущениям, познаешь их как встречу матери и сына, как свидание старых друзей. Отсекая сомнения, ты узнаешь свои же проявления и вступишь на чистый, неизменный путь абсолютной сути. Вера приведет тебя к непрекращающейся медитации. Ты растворишься в великой самосущности мудрости и станешь Буддой в теле блаженства, который никогда не зайдет назад. О, Сын благородной семьи! Вместе со светом мудрости воссияет свет шести нечистых иллюзорных миров. Мягкий белый свет мира богов, мягкий красный свет мира ревнивых богов, мягкий синий свет мира людей, мягкий зеленый свет мира животных, мягкий желтый свет мира голодных духов и мягкий дымный свет адского мира. Они воссияют вместе с чистым светом мудрости. Не приникай к ним и не увлекайся ни одним из них, но пребудь расслабленным и свободным от мысли. Если тебя устрашит чистый свет мудрости и привлечет нечистый свет шести миров, ты воплотишься в тело существа одного из этих миров и пойдешь дальше по утомительному пути, ибо не будет выхода из великого океана несчастья санцары. О, сын благородной семьи, если ты не получил указаний учителя, тебя устрашат эти образы и чистый свет мудрости. Тебя увлечет нечистый свет санцары. Не делай этого, но испытай благоговение перед чистым светом мудрости, резким и ярким. Благоговейно думай, лучи мудрости и сострадания благословенных буд пяти семей не зашли, дабы с состраданием овладеть вновь. Я обрету в них прибежище. Не увлекайся светом шести иллюзорных миров, не тоскуй о них, но твори эту молитву вдохновения, сосредоточив мысли на буддах пяти семей и их супругах. Когда сквозь пять ядов бреду я в санцаре, пусть на светоносном пути слияния четырех потоков мудрости идут передо мною победители, главы пяти семей. Позади меня их супруги. Избавьте меня от путей шести нечистых миров. Помогите мне пройти опасную тропою Бордо, дабы достиг я пяти чистых царств. О, сын благородной семьи, слушай, не отвлекайся. На седьмой день в твоем несознающем уме засияет чистый многокрасочный свет, и держатели знания из чистого царства пространства придут, дабы увлечь тебя. В центре мандалы, наполненной радужным светом, явится тот, кого называют непревзойденным совершенным держателем знания, лотосовым владыкой танца. Его тело сияет пятью цветами. Он обнимает супругу, красную дакини, танцует серповидным ножом и черепом, полным крови, сложив пальцы в мудре очарование и глядя на небо. С востока мандалы явится тот, кого называют держатель знания, утвержденный в ступень. Он белого цвета, с лучистым ликом. Он обнимает супругу, белую дакини, танцует серповидным ножом и черепом, полным крови, сложив пальцы в мудре очарование и глядя на небо. Субтитры создавал DimaTorzok С юга мандалы явится тот, кого называют держатель знания, владыка жизни. Он желтого цвета и прекрасно сложен. Он обнимает супругу желтую дакини, танцует с серповидным ножом и черепом, полным крови, сложив пальцы в мудре очарование и глядя на небо. С запада мандалы явится тот, кого называют держатель знания, великий символ. Он красного цвета, с лучистым улыбающимся ликом. Он обнимет супругу, красную дакини, танцует серповидным ножом и черепом, полный крови, сложив пальцы в мудре очарование и глядя на небо. Севером мандалы явится тот, кого называют держатель знания, непроизвольно возникающий. Он зеленого цвета. Лик его одновременно гневный и улыбающийся. Он обнимет супругу, зеленую дакини. Танцует с серповидным ножом и черепом, полным крови, сложив пальцем в мудре очертание и глядя на небо. Задержателями знания явятся бесчисленные толпы дакини. Дакини восьми мест кремации. Дакини четырех семей. Дакини трех местопребываний. Дакини десяти направлений. Дакини двадцати четырех мест паломничества. Явятся мужские и женские божественные воители и служители. Все мужские и женские защитники учения с шестью украшениями из костей, с барабанами, с трубами, из бедренных костей, барабанами из черепов, знаменами из кожи юношей, балдахинами и лентами из человеческой кожи, воскурениями из человеческой плоти, с бесконечно разнообразными музыкальными инструментами, заполняя все царства Вселенной. Так что они кончаются, дрожат и трясутся, извлекая из всех инструментов музыку, которая раскалывает головы. Танцуя различные танцы, они придут, чтобы увлечь тех, кто был верен обету за мая, и покарать тех, кто предал его забвение. О, сын благородной семьи, царстве неосознанного, из сердца пяти владык-держателей знания придет чистая природная мудрость, сияющая пятицветными лучами, подобными красочным кручением нитями, блестающая, трепещущая, мерцающая, яркая и ясная, резкая и пугающая. Она пронзит твое сердце так, что не смогут вынести глаза. В тот же миг вместе со светом мудрости засияет мягкий зеленый свет мира животных. В это время, смущенный неосознанными стремлениями, ты испугаешься и стремишься прочь от пятицветного света. Но тебя увлечет мягкий свет мира животных. В этот миг не устрашись яркого, резкого, пятицветного света. Не бойся его, но познай его как мудрость. Из глубины света придет естественный звук истины, как грохот тысячи граммов. Он катится и гремит, и отражается в боевом кличе и пронзительном звуке гневных мантр. Не бойся его, не устремляйся прочь. Познай его как игру своего ума, как собственное проявление. Не увлекайся мягким зеленым светом мир животных. Не тоскуй о нем. Если он влечет тебя, ты не зайдешь в животный мир невежества. Будешь мучительно страдать от глупости немоты и рабства, из которых не будет видно выхода. Не увлекайся же им. Возживай ясного, яркого, пятицветного света, сосредоточен на благословенных держателях знания, на божественных учителях. И думай при этом, держатели знания, своителями и докини пришли, чтобы увлечь меня в чистое царство пространства. Пусть они проявят заботу о существах, подобные мне, которые не накопили заслуг и не были спасены, хотя их уже достигли лучи сострадания столь многих божеств из пяти семей, буд прошлого, настоящего и будущего. Увы, таким, как я, теперь все вы, держатели знания, не позвольте мне пасть еще ниже. Уловите меня крючками сострадания и вознесите в чистое царство пространство. Кто сосредоточен на творе эту молитву вдохновения, пусть мыслят обо мне божественные держатели знания, пусть с великой любовью ведут меня на пути, когда я блуждаю в сансаре, стремлениями обуянной. Пусть на светоносном пути природной мудрости идут передо мной держатели знания и воители. Позади меня их супруги Дакини, помогите мне пройти опасную тропою Бардо, дабы достиг я чистого царства пространства. Конец первой части книги Великого Освобождения. В результате услышанного, где рассказано о светящейся пустоте Бардо предсмертного мига и о явлении мирных ликов Бардо абсолютной сути. наставления и молитвы книги Великого Освобождения, часть третья. Воздадим почитание божествам, гуру и дамам, и дакине. Пусть станут они причиной освобождения и Бардо. В книге Великого Освобождения в результате услышанного уже было рассказано о Бардо абсолютной сути. Теперь напомним о Бардо возвращения в Сансару. О сын благородной семьи, внимательно слушай и постигай адские существа. Боги и тело Бардо рождаются непроизвольно. Когда в Бардо абсолютной сути явились мирные и гневные божества, ты их не познал, поэтому ты ослабел от страха за пять с половиной дней. Но когда ты пришел в себя, твое сознание прояснилось и возникло новое тело, подобное тому, что было у тебя прежде. В Сантре сказано с прежним и будущим телом Бардо возвращения в Сансару, одаренным всеми чувствами, беспрепятственно странствующим, обладающим чудесной силой, которая обусловлена кармой, видимым чистыми очами богов, которые имеют ту же природу. Здесь слово «прежнее» означает, что ты обладаешь телом, подобным прежнему телу из плоти и крови. Такому, каким ты его помнишь. Но кроме того, оно излучает свет и имеет признаки тела людей золотого века. Это ощущение умственного тела, поэтому его называют умственным телом ощущения Бардо. В этот миг, если тебе предстоит родиться богом, ты ощутишь мир богов. Если же тебе предстоит родиться ревнивым богом, человеком, животным, голодным духом или обитателем ада, ты ощутишь соответственный мир. Поэтому слово «прежнее» означает, что четыре с половиной дня ты думал, что обладаешь материальным телом. Каким ты помнил его, и будущее означает, что потом ты ощутишь тот мир, где тебе предстоит последствия родиться. Поэтому говорят «прежнее» и «будущее». Какие бы проявления в этот миг не возникли, не следуй за ними, не увлекайся им, не жаждуй их. Если ты не увлечешься или возжаждешь их, ты будешь блуждать, в шести мирах, испытывая страдания. Хотя до вчерашнего дня тебе являлись проявления баг до абсолютной сути, ты не познал их. Поэтому вынужден блуждать здесь. Теперь, если ты можешь сосредоточенно медитировать, спокойно погрузить свой ум в чистую, обнаженную, витоносную пустоту, о которой тебе поведал учитель, если сможешь расслабиться в состоянии невосприятия и недеяния, ты достигнешь освобождения и не выйдешь в лоно, женщины. Если ты не можешь понять, представь над своей головой своего и дама, или учителя и постарайся испытать благоговение. Это очень важно. Повторяю снова и снова, не отвлекайся. Вот сын благородной семьи, сосредоточенно слушай. Слова, одаренные всеми чувствами, означают, что даже если при жизни ты был слепым, глухим и увечным, то теперь в состоянии барда твои глаза видят образы, уши слышат звуки, все твои чувства ясны и безупречны. Поэтому сказано, одаренный всеми чувствами. Это признак того, это признак того, что ты умер и блуждаешь в состоянии барда. Так познай это и помни наставление. О, сын благородной семьи. Слово «беспрепятственно» означает, что поскольку ты обладаешь умственным телом и твой ум отделен от прежней опоры, поскольку нет у тебя материального тела, ты теперь можешь проходить назад и вперед даже сквозь гору Меру, царицу гор. Можешь пройти куда угодно, кроме лона твоей матери и алмазного седалища. Это признак того, что ты блуждаешь в состоянии барда, возвращения сансару. Поэтому помни наставление своего учителя и молись, владыки великого сострадания. О, сын благородной семьи, слава, обладающей чудесной силой, которая обусловлена кармой, означает, что ты теперь наделен чудесными способностями, которые ты приобрел не медитацией и добродетелями, но которые пришли к тебе естественно. Они имеют природу кармической силы. Ты можешь мгновенно обойти четыре континента и гору Меру, переместиться куда угодно за время, которое нужно человеку, чтобы протянуть руку и убрать ее. Но эти способности не подобают тебе, не думай о них. Сейчас ты в состоянии реализовать их беспрепятственно. Можешь совершать все, о чем подумаешь, и нет действия, которые ты не смог бы сделать. Познай же это и молись своему учителю. Вот сын благородной семьи. Слова, видимые чистыми очами богов, которые имеют ту же природу, означают, что те, кому предстоит родиться в мире одной и той же природы, увидят друг друга в состоянии барда. Поэтому те, кому предназначено родиться богами, видят друг друга. Точно так же, если им предстоит родиться в любом из шести миров, они увидят тех, кто обладает их природой. Не стремись к ним, но медитируй на владыку великого сострадания. Видение чистыми очами богов означает и видение чистыми божественными очами созерцателей, которые пребывают в самадхи, они просто достигли состояния богов своими заслугами. Но они видят не всегда. Средоточившись на видении, видят. Если же нет, или если их медитация нарушена, тогда они видят. О, сын благородной семьи, обладая таким телом, ты увидишь свой дом и семью, как будто встретишь их во сне. Но ты не получишь ответа, хотя будешь говорить с ними, ты увидишь, как плачут твои близкие, подумаешь. Я умер, что мне делать? И ты почувствуешь сильную боль, как рыба, которая бьется на горячем песке. Но страдание теперь бесполезно. Если есть у тебя учитель, молись ему, или молись и даму, владыке великого сострадания. Пусть ты привязан к своим близким, это бесполезно, так оставь привязанность. Молись, владыке великого сострадания, и не будет ни мучений, ни страха. О, сын благородной семьи, твой ум, утративший опору, гонимый ветром карман, беспомощно пытается оседлать коня ветра, качаясь и вертясь, как перышко. Ты скажешь, плакальщикам, я здесь, не плачете, но они не услышат тебя, поэтому ты подумаешь, я умер, и тебе будет очень больно, не страдай об этом. Перед тобой все время будет серая дымка, как серый свет осенней зари, ни день, ни ночь. Такое состояние барда продлится одну, две, три, четыре, пять, шесть, или семь недель, за сорока девяти дней. Говорят, что страдание барда, возвращение в сансару, обычно длится 21 день, но это не совсем точно, так как зависит от кармы. О, сын благородной семьи, в этот миг тебя настигнет сзади могучий ураган кармы, устрашающий, невыносимый, яростно крутящийся. Не бойся его, ведь это твое собственное бессвязное проявление. Перед тобой встанет густая тьма, страшная, невыносимая, с жуткими криками «бей, убивай!» Не бойся их. Тем, кто совершил большое зло, в результате их кармы явится множество демонов, пожирающих плоть, несущих различные оружия, испускающих боевые кличи и выкрики «убивай!» «бей!» Ты почувствуешь, что за тобой охотятся разные страшные звери, что тебя преследует огромная армия под снегом, дождем, во тьме и в буре. Ты услышишь, как рушатся горы, разливаются озера, как растекается пламя и возникают яростные ветра. В ужасе ты устремишься куда только можно, но перед тобой развернутся три пропасти – белая, красная и черная, глубокая и страшная, и ты едва не свалишься в них. О, сын благородной семьи! На самом деле это не пропасти, это злоба, страсть и невежество. Познай теперь, что это барда, возвращение в сансару, и обратись к владыке великого сострадания. О, владыка великого сострадания! Мой гуру! О, три драгоценности! Не дайте мне низвергнуться в ад! Горячо твори эту молитву! Не забывай! Тех, кто имеет заслуги, кто был добродетелен и искренне следовал учению, увлечет все многообразие совершенного наслаждения. Они испытают все виды совершенного блаженства и счастья. Те же, кто был безразличен и невежественен, ни делал ни добра, ни зла, не испытывают ни удовольствия, ни боли. Только невежество и безразличие явится им. Чтобы не появилось, о сын благородной семьи, какие бы наслаждения и вожделенные предметы не возникли, не увлекайся ими и не желай их. Даруй их учителю и трем драгоценностям. Удали из сердца привязанности желания. Если возникает чувство безразличия, без наслаждения или боли, пусть тогда покоится твой ум в невозмутимом состоянии великого символа, когда отсутствует сама мысль о медитации. Это очень важно. О, сын благородной семьи, в это время тебя на миг укроют мосты, святыни и монастыри, хижины и ступы, но ты не остаешься там надолго, поскольку твой ум отделится от тела, ты не можешь там поселиться, ты ощущаешь раздражение и холод. Сознание становится воздушным, спешащим, колеблющимся и непостоянно. Тогда ты подумаешь, «Увы, я мертв, что делать мне теперь?» При этой мысли твое сердце внезапно станет пустым и холодным, и ты почувствуешь сильную беспредельную боль. Поскольку ты вынужден двигаться и не можешь нигде поселиться, не занимай себя никакими мыслями, но пусть твой ум покоится в его исходном состоянии. Приходит время, когда у тебя нет больше пищи, кроме той, что была посвящена тебе, и о твоих друзьях нельзя сказать ничего определенного. Это признаки того, что умственное тело блуждает в борто возвращения сансару. В этот момент наслаждение и боль определяются твоей кармой. Ты увидишь свою родину, друзей и близких, увидишь свой собственный труп и подумаешь, «Теперь я мертв, так что же мне делать?» Умственное тело будет испытывать страшную боль, и ты подумаешь, почему бы теперь не найти себе тело? И ты почувствуешь, что ходишь повсюду в поисках тела. Даже если ты до девяти раз войдешь в свой собственный труп, зима заморозит его или лето подвергнет разложению, а может быть, твои родственники его сожгут или похоронят в могиле, или отдадут его птицам и диким зверям, ибо много времени прошло, пока ты был в борто абсолютной сути, поэтому не найдется места, куда бы ты не смог выйти. Ты придешь в глубокое отчаяние, почувствуешь себя сдавленными скалами и камнями. Это страдание и есть барда возвращения в сансару. Даже если ты ищешь тело, нет ничего, кроме страдания. Так отсеки свое устремление к телу и невозмутимо покойся в состоянии недеяния. Слушай, о сын благородной семьи, это страдание вызвано твоей собственной кармой, и ты не можешь обвинять кого-то другого. Это твоя собственная карма, поэтому горячо молись теперь трем драгоценностям. Они защитят тебя. Если ты не молишься, не знаешь о медитации великого символа и не медитируешь на своего и дама, то твое доброе начало соберет все твои добрые дела и отметит их белыми камешками, а твое дурное начало соберет все твои злые дела и отметит их черными камешками. В это время ты будешь сильно испуган и устрашен. Ты затрепещешь и сложишь, солжешь, сказав, «Я не грешил». Тогда владыка смерти скажет, «Я посмотрю в зеркало кармы». И когда он взглянет в зеркало, в нем внезапно появятся ясно и четко все твои грехи и добродетели, так что не будет пользы от твоей лжи. Тогда владыка смерти повлечет тебя за веревку, обвязанную вокруг шеи, отрубит тебе голову, вырвет сердце, вытянет внутренности, вылежит мазки, выпьет кровь, пожрет плоть и разгрызет кости. Но ты не можешь умереть, и хотя твое тело разрезано на куски, ты оживешь. Быть разрезанным снова и снова невероятно больно, поэтому не бойся, когда отсчитывают белые камушки, не лги и не пугайся владыки смерти. Поскольку ты теперь обладаешь умственным телом, ты не можешь умереть, даже если убит и разрезан. Поистине ты – естественная форма пустоты, и нет нужды бояться. И владыка смерти – естественная форма пустоты, твое же бессвязное проявление. И ты – пустота, умственное тело неосознанных стремлений. Пустота не может повредить пустоте, бескачественная не повредит бескачественному. Владыки смерти, боги, злые духи, демон с бычьей головой не обладают никакой иной реальностью, кроме твоих собственных, бессвязных проявлений. Познай же это. В этот миг познай, что все вокруг тебя есть бордо. Медитируй на самадхи великого символа. Если ты не знаешь, как медитировать, смотришь в суть того, что пугает тебя. Ты увидишь пустоту, не обладающую какой-либо природой. Это называют телом дхармы. Но эта пустота не есть ничто. Суть ее пугает. Ум приобретает перед ней великую чистоту и способность осознания. Это состояние ума, тела блаженства. Пустота и свет неразделимы. Природа пустоты есть свет, и природа света есть пустота. Теперь неделимая свет пустота, обнаженный ум, пребывает в несотворенном состоянии. Это свабхабикакая. Ее естественная энергия повсюду беспрепятственно проявляется. Это сострадающее призрачное тело. О сын благородной семьи, внимай, не отвлекайся. Как только ты познаешь это, ты достигнешь полного просветления в четырех телах Будды. Не отвлекайся. Это линия, которая разделяет Будд и непросветленных живых существ. Об этом Миге сказано. Мгновения, они разделены. Мгновения, полное просветление. До вчерашнего дня твое внимание рассеивалось, и хотя ты так много увидел в состоянии Бордо, ты не познал его, и тебе очень страшно. Если ты сейчас отвлечешься, канат сострадания будет перерезан, и ты уйдешь туда, где нет освобождения. Поэтому будь внимателен. О сын благородной семьи, если ты не знаешь, как нужно медитировать, помни о Будде, Дхарме и Сангхе, о владыке великого сострадания, и молись им. Медитируй на все устрашающие проявления, как на владыку великого сострадания или на своего Идама. Вспомни своего учителя и тайное имя, которое ты получил во время своего посвящения в мире людей. Скажи это имя царю Дхармы, владыки смерти. Даже если ты упадешь в пропасть, это тебе не повредит. Так отбрось страх и ужас. О сын благородной семьи, то, что ты испытываешь сейчас, будет подобно катапульте, попеременно ввергать тебя в состояние радости и печали, поэтому не вызывай в себе никаких чувств, страсти и злобы. Если тебе предстоит родиться в высшем мире, то тогда, когда ты ощутишь этот мир, твои родственники в покинутом тобой месте будут привносить в жертву животных, посвященных усопшему, поэтому в тебе зародятся нечистые мысли, и ты почувствуешь яростный гнев, который заставит тебя родиться обитателем ады. Поэтому, чтобы не делалось в покинутом тобой месте, не гневайся, но объятируй на доброту. Если ты привязан к оставленному имуществу или тебя связывает с ним мысль о том, что кто-то другой владеет твоими вещами и получает от этого удовольствие, ты разгневаешься на людей, которых покинул. И это наверняка заставит тебя родиться обитателем ады или голодным духом, даже если тебе предстояло достичь более высокого состояния. В любом случае, даже если ты привязан к оставленным вещам, ты не можешь их получить, это бесполезно для тебя. Так отбрось привязанность и тоску о своем имуществе, откажись от него, прими твердое решение. Кто бы не пользовался твоими вещами, не будь собственником, но позволь им уйти. Сосредоточенно думай, что ты даруешь их своему учителю и трем драгоценностям и пребывай в состоянии отсутствия желаний. Когда для тебя будут читать мантру Канакани, когда будут исполнять обряд очищения от низших миров, тогда тонким сверхчувственным восприятием, обусловленным твоей кармой, ты увидишь, что они делают это нечисто, сонно, невнимательно, беззаботно, не соблюдая обед самая. Ты осознаешь, что им не хватает веры, что они совершают грех своим страхом и нечистым исполнением ритуалов, и ты подумаешь, увы, они обманывают меня. Конечно, они обманывают меня. Эта мысль принесет тебе сильнейшую скорбь и отчаяние, и ощутив отсутствие чистого благоговения, ты утратишь веру, и это наверняка заставит тебя отправиться в низшие миры. Это бесполезно, очень вредно, потому как нечисто. Не исполняли обряды, покинутые тобой друзья, с чистой верой и благоговением думай, что же, что должно быть? Мои проявления нечисты, но могут ли быть нечистыми слова Будды? То, что я вижу, вызвано моими нечистыми проявлениями. Также отражались в зеркале недостатки моего лица. Что же касается этих людей, их тело – это санха, их речь – святая Дхарма, а их ум – природа Будды, поэтому я обрету в них прибежище. Тогда тебе поможет все, что совершается в покинутом тобой месте. Поэтому очень важно сохранить такие чистые мысли, не забывая. Если тебе предстоит родиться в одном из трех низших миров, и в то время, когда ты ощутишь эти миры, твои близкие в покинутом тобой месте совершают благочестивые обряды, свободные до греха. А учителя и наставники следуют святому учению в полной чистоте тела, речи и ума. Ты ощутишь сильнейшую радость, увидев их. Это тотчас приведет тебя к рождению в более высоком мире. Даже если тебе предстояло снизойти в три низших мира, поэтому это так полезно. Поэтому очень важно не иметь нечистых мыслей, но испытать чистое предупреждение, без предубеждения. Будь же внимателен. О, Сын благородной семьи! Итак, теперь твой ум в состоянии бордо не имеет опоры, поэтому он лёгкий и подвижен. И какая бы мысль в нём ни повозникла, добрая или злая, она очень могущественная. Не думай же о злых делах, но помни о благочестивых деяниях. Если ты к ним не привык, воззови к себе благоговение и чистые мысли. Молись своему и даму, и владыке великого сострадания, и сосредоточь на твори эту молитву вдохновения. Когда я приду один, разлученный с возлюбленными друзьями, и возникают пустые облики моих же проявлений. Да, пошлют Будды в силу своего сострадания, чтобы ужасы барда не пришли. Когда я страдаю под властью тяжкой кармы, пусть рассеет мой и дам всякое страдание, когда звук абсолютной сути грохочет, будто тысяча громов. Пусть станет он звуком шести слогов, когда я сделаю своей карме и нет прибежища. Проследую своей карме и нет прибежища. Да, будет моим прибежищем владыка великого сострадания, когда я страдаю от кармы несознательных заменений. Пусть возникает там матхи блаженство и свет. Горячо твори эту молитву. Это непременно приведет тебя на путь. Будь абсолютно уверен, что тебя не обманывают. Это очень важно. О сын благородной семьи. Если ты не понял того, что являюсь тебе, то с этого времени тело, которым ты обладал в прошлой жизни, будет становиться все более тусклым и все более ясным будет становиться твое будущее тело. Поэтому ты почувствуешь печаль и подумаешь. я страдаю от этого. Теперь я буду искать проявление хоть какого-нибудь тела. И ты начнешь блуждать взад и вперед, устремляясь ко всему, что появляется. всеведом воссеет шесть светов шести миров санкторического бытия. И наиболее ярко засеет свет того мира, в котором тебе предстоит родиться в соответствии с твоей кармой. Слушай, о сын благородной семьи, если ты спросишь, каковы эти шесть светов, воссеет мягкий белый свет мира богов, а также красный свет мира ревнивых богов, синий свет мира людей, зеленый свет мира животных, желтый свет мира голодных духов и дымный свет адского мира – таковы шесть цветов. В этот миг и твое тело примет свет того мира, где предстоит тебе родиться. О Сын благородной семьи! В это время очень важна главная мысль – наслаждение. Какой бы ни был свет, не всеял, медитируй на него, как на владыку великого сострадания. Медитируй на мысль о том, что когда появится свет – это владыка великого сострадания, это глубочайшая суть, это чрезвычайно важно и предохраняется рождение. Медитируй долгое время на своего божественного идама, как на видение, не обладающее способной реальной природы, как на мираж. Это называют чистым иллюзорным телом. Затем пусть идёт и пусть идам исчезнет с краёв вовнутрь, а ты требудь в какое-то время в непостижимом сострадании, светоносной пустоты, в которой невозможно восприниматься от нечто конкретное. Снова медитируй на идама, затем опять на светоносность. Медитируй поповременно, а затем пусть твой ум также исчезнет с краёв вовнутрь. Везде, где есть пространство, есть сознание, и где есть сознание, там есть тело дра, дхармы. Покойся, жив в простом, самоотверженном состоянии тела, дхармы. О, Сын благородной семьи, если ты не познал то, что явилось прежде, теперь ты ощутишь, что сила кармы увлекает тебя вверх, вниз или вперёд на прежнем уровне. Медитируй же в этот миг на владыку великого сострадания, помни. Затем ты испытаешь нечто подобное тому, что было описано прежде. Вихри, снежные бури, ливень с градом, тьму вокруг тебя, увидишь множество людей, которые тебя преследуют, и ты будешь от них убегать. Те, кто не накопит в жизни заслуг, почувствуют, что убегают вместо страдания. Те же, кто приобрёл заслуги, почувствуют, что вступают вместо радости. В это время, о сын благородной семьи, появятся все знаки той страны и того места, где тебе предстоит родиться. Слушай же теперь, не отвлекайся, ибо в этой части наставления много очень глубоких истин. Хотя ты прежде не понял эти тайны, сейчас ты постигнешь суть, даже если твой опыт очень беден. Слушай же. О сын благородной семьи, ясно представь своего божественного Эдама, как видение, которое не обладает собственной реальной природой, как мираж, как сражение луны в воде. Если у тебя нет своего Эдама, им станет сам владыка великого сострадания. Ясно представь его. Затем пусть Эдам исчезнет с краёв вовнутрь. Ты же медитируешь на светоносную пустоту, где не на чём остановиться мысли. Это глубокая тайна, говорят, что благодаря ей предотвращается вхождение в луну. Медитируй же именно так. Но если это не остановит тебя, и ты вот-вот войдёшь в луну, есть глубокие наставления, которые могут помочь закрыть врата луну, готовые впустить тебя. Так слушай, повторяй за мной молитву. Сейчас, когда для меня восходит заря Бардо, возвращение в Санкт-Стару, я сосредоточу свой ум и постараюсь продлить воздействие благой кармы, закрыть врата луна и помыслить о противодействии. Пришло время, когда нужны стойкость и чистая мысль, когда нужно отбросить ревность и медитировать на гуру и его супругу. Ясно и громко произнеси эти слова и напряги память. Очень важно медитировать на смысл этих слов и практически исполнять их. Вот их смысл. Слова. Сейчас, когда для меня восходит заря Бардо, возвращение в Санкт-Стару означает, что сейчас ты блуждаешь в Бардо, возвращение в Скт-Стару. Вот знаки этого. Если ты смотришь в воду, ты не видишь твоего отражения, а твое тело не отбрасывает тени. У тебя нет сейчас тела из плоти и крови, и это знак того, что твое умственное тело блуждает в Бардо, возвращение в Санкт-Стару. Поэтому ты сейчас должен, не отвлекаясь, сосредоточить твой ум. Именно сосредоточение сейчас важнее всего. Это все равно, что уздою сдерживать лошадь. На чем бы ты ни сосредоточился, оно произойдет. Поэтому не думай о злых делах, не вспоминай учения в Будде. Наставление и послание учителей и предписание книг таких, как это, освобождение в результате услышанного, о котором ты узнал в мире людей, и стремись продлить воздействие благой кармы. Это очень важно. Ничего не забывай, не отвлекайся. Пришло время, которое разделяет восхождение и нисхождение. Пришло время, когда мгновенная лень заставит тебя страдать долго. Очень долго. Пришло время, когда сосредоточение очень надолго сделает тебя счастливым. Сосредоточь свой ум. Стремись продлить воздействие благой кармы. Настало время закрыть враталона. Сказано, закрой враталона и помысли о противодействии. Пришло время, когда нужны стойкость и чистая мысль. О сын благородной семьи! В это время появятся образы мужчин и женщин, которые любят друг друга. Когда ты их увидишь, не вступай в пространство между ними, но помни, что нужно медитировать на мужчину и женщину, как на гуру и его супругу. Мысленно склонись перед ними. Принеси дары с глубоким благоговением и попроси наставления. Если ты сильно сосредоточишься на этой мысли, враталона несомненно закроются. Если же они не закроются, и ты вот-вот войдешь в лоно, медитируй на гуру и его супругу, как на своего и дама, и на владыку великого сострадания с супругой, и мысленно принеси им дары. С искренним благоговением попроси их и дарить тебя духовными достижениями. Это закроет враталона. Ежели они не закроются, и ты вот-вот войдешь в лоно, есть третье указание. Как отвратить страсть и злобу? Существуют четыре вида рождения. Рождение из яйца, рождение из лоно, непроизвольное рождение и рождение из влаги. Из них подобны друг другу рождение из яйца и из лона. Как прежние возникнут образы самцов и самок в любовном союзе. И если ты в этот миг пойдешь в лоно, и под властью страсти и злобы ты родишься в виде лошади, птицы, собаки или человека. Если тебе предстоит родиться самцом, ты ощутишь себя им и испытаешь яростную злобу к отцу, ревность и желание к матери. Если тебе предстоит родиться самкой, ты ощутишь себя ею и испытаешь сильную зависть и ревность к матери, страстное желание к отцу. Это заставит тебя вступить на путь, ведущий в лоно, и ты почувствуешь самодавляющее блаженство, когда встретятся сперматозоид и яйцо. В этом блаженном состоянии ты утратишь сознание, и эмбрион будет расти в ширину и в длину, пока не сформируется тело и не выйдет из лона матери. Ты откроешь глаза и превратишься в щенка, из человека ты стал теперь собакой, ты будешь страдать в собачьей конуре, а может быть в свинарнике, в муравейнике или в норе червяка, или же ты родишься теленком, козленком, ягненком. Отсюда нет возврата, ты испытаешь все страдания, обусловленные тупостью и невежеством. Проходя через эти шесть миров сенсорического бытия обитателей ада, голодных духов и всех прочих, ты будешь терзаем и беспредельным страданием. Нет ничего более властного и страшного, увы, увы. Те, кто лишён священных наставлений гуру, низвергнутся в глубочайшую пропасть сенсары и испытают бесконечное невыносимое страдание. Слушай же мои слова и пойми это моё наставление. Теперь даётся указание, как закрыть враталона путём устранения страсти и злобы. Слушай и постигай. Сказано «Закрой враталоны и помысли о противодействии. Пришло время, когда нужны стойкость и чистая мысль, когда нужно отбросить ревность и медитировать на гуру и его супругу. Как прежде, ты почувствуешь ревность. Если тебе предстоит родиться мужчиной, ты будешь любить свою мать и ненавидеть отца. Если же тебе предстоит родиться женщиной, ты будешь любить отца и ненавидеть мать. Поэтому сейчас нужно мудрое указание». О, сын благородной семьи, когда в тебе родятся страсть и злоба, медитируй так. Увы, я оказался существом с такой тяжёлой кармой, что до ныне блуждаю в санкцере из-за привязанности к страсти и злобе. Если и впредь я буду испытывать страсть и злобу, я буду бесконечно блуждать в санкцере, надолго погружусь в пучину океанов страданий. Поэтому теперь я совсем перестану чувствовать страсть или злобу. Увы, теперь я никогда не испытаю снова страсть и злобу. Сосредоточив свой ум только на этой мысли, я закрою врата лона, так говорят тантры. О, сын благородной семьи, не отвлекайся, сосредоточь свой ум на одном. Но если даже после этого не закроются врата лона, и ты вот-вот войдёшь в него, следует закрыть врата с помощью наставления о нереальной, иллюзорной природе всего сущего. Медитируй так. Увы, отец и мать, буря, вихрь, гром, устрашающие явления и всё видимое призрачны по своей истинной природе. Несмотря на то, что они появляются, они нереальны. Всё вещественное, ложно и неистинно, оно как мираж, оно не постоянно подвержено изменениям. Какая польза от желания? Какая польза от страха? Несуществующее считается существующим. Всё это проявление моего ума. И если сам ум иллюзорен, не обладает самостоятельным бытиём, то как могут извне, вовнутрь, все эти несуществующие, а все эти явления? Прежде я этого не понимал, поэтому я верил, что существует несуществующее, что истинно неистинное, что реально иллюзия. Поэтому я так долго блуждал в Санцере. И если я не пойму, что это иллюзии, я всё так же долго буду блуждать в Санцере. И, несомненно, не зайду в грязное болото страдания. Теперь я знаю, все эти явления подобны снам, иллюзиям, подобны эху, городам, где обитают небожители Гандхарва, подобны миражам, образам, оптическому обману, отражению Луны в воде. Они нереальны, даже на миг. Несомненно, они не истинны, но ложны. Сосредоточение только на этом убеждении разрушает веру в их реальность. И когда человек в этом внутренне убеждён, преодолевается самоуверенность, если в глубине сердца ты поймёшь эту нереальность, врата Луна, несомненно, закроются. Но если даже после этого не разрушится вера в реальность, не закроются врата Луна, и ты вот-вот в него войдёшь, есть мудрое указание. Вот сын благородной семьи, если даже после этого не закрыты врата Луна, их следует закрыть пятым способом – медитации на изначальный свет, которую нужно совершать так. Всё вещественное – это мой собственный ум, и этот ум есть пустота, нерождённая и непрерывная. Думая об этом, поддерживает свой ум в естественном и неизменном состоянии. Пусть он задержится в своей собственной сути, как вода, налитая в воду. Свободный, открытый, расслабленный. Позволив ему покоиться естественно и свободно, ты можешь быть уверен, что врата Луна, несомненно, будут закрыты для всех четырёх видов рождения. Слушай, усопший сын благородной семьи. Хотя прежде тебе много раз были даны указания, ты их не понял. Поэтому теперь, коль скоро врата Луна не закрылись, наступило время выбрать тело. Существует не одно, но много истинных и глубоких указаний, как выбрать тебе врата Луна. Постигай же и не отвлекайся. Сосредоточенно слушай и понимай. О, сын благородной семьи, сейчас появляются знаки, характерные черты континента, где тебе предстоит родиться. Познай же их. Просмотри, где предстоит тебе родиться, и выбери континент. Если тебе предстоит родиться на восточном континенте, который называют благородным, ты увидишь озеро, где плавают лебеди и лебеди. Думай о противодействии и не направляйся туда. Хотя это место исполнено счастье, учение Будды не процветает там, поэтому не вступай туда. Если тебе предстоит родиться на южном континенте, острове розовых яблонь, ты увидишь роскошные прекрасные жилища. Вступи туда, если сможешь. Если тебе предстоит родиться на западном континенте, который называют наслаждение коров, исполняющих желания, ты увидишь озеро, украшенное кобыл, конями и кобылицами. Не направляйся туда. Вернись назад. Хотя в этом месте изобильные наслаждения, учение Будды не подцветает там, поэтому не вступай туда. Если тебе предстоит родиться на северном континенте, который называют неприятный звук, ты увидишь озеро, украшенное скотом или деревьем. Пойми это как знаки перерождения и не вступай туда. Хотя там живут долго и обладают достоинствами, учение Будды не подцветает там, поэтому не вступай туда. Если тебе предстоит родиться Богом, ты увидишь прекрасные многоярусные храмы из драгоценных камней. Вступи туда, если достоин. Если тебе предстоит родиться ревнивым Богом, ты увидишь прекрасные рощи или то, что кажется вращающимися колесами огня. Не вступай туда совсем, но думай о противодействии. Если тебе предстоит родиться животным, ты увидишь как бы сквозь туман пещеры в скалах, норы, норы в земле и соломенные хижины. Не вступай туда. Если тебе предстоит родиться голодным духом, ты увидишь пни деревьев и торчащие черные формы, мелкие пещеры и черные пятна. Если ты направишься туда, ты родишься голодным духом и испытаешь все виды страдания от голода и жажды. Поэтому совсем не направляйся туда, но думай о противодействии и упорно сопротивляйся. Если тебе предстоит родиться обитателем ада, ты услышишь песни, которые поют существа со злой кармой. Если же ты будешь вынужден беспомощно вступить туда или уже почувствуешь, что попал в темную страну с черными и красными домами, черными ямами и черными дорогами, если ты направишься туда, ты попадешь в ад и будешь невыносимо страдать от жары и холода, и не будет видно выхода. Поэтому не направляйся туда, не вступай совсем, но будь внимательным. Сказанно, закрой врата лона и помысли о противодействии. Это нужно сейчас. О, сын благородной семьи! Даже если ты не желаешь идти, ты не обладаешь собственной силой и принужден беспомощно. Идти сзади тебя преследуют кармические мстители. И спереди тянут мстители и убийцы. Вокруг тебя закружат тьма, ураганы, яростные штормы, грохот, снег и дождь. Неистовый град и вьюга. И ты побежишь от них? Убегая, ты будешь искать прибежище и почувствуешь себя и безопасности в роскошных домах, описанных прежде, или в скальных укрытиях, в земляных норах, среди деревьев или круглых чашах лесов цветов лотоса. Скрывшись там, ты устрашиваешься выйти и подумаешь, теперь я не могу выйти отсюда. И ты привяжешься к этому месту из страха покинуть его. Ты боишься встретить ужасы, бордо, если выйдешь наружу, ты очень боишься их. Поэтому ты спрячешься внутри и воплатишься в тело. Каким бы оно ни было плохим, испытаешь все виды страдания. Это знак того, что демоны и злые, и силы овладели тобой сейчас. И в это время нужно мудрое указание. Слушай же и постигай. В это время ужасы, когда тебя без помощи беспомощного преследуют мстители, тебе немедленно нужно увидеть всем своим умом благословенного верховного хирургу. Или хаягритву. Или вадж-ра-пани. Или твоего и дама, если он у тебя есть. С огромным телом и толстыми конечностями, стоящего в устрашающей позе гнева, который сокрушает в прах все злые силы. Отдельный от мстителей его благословением и состраданием ты обретешь силу выбрать враталона. Это истинная, глубокая, тайна наставления. Пойми же ее. О, сын благородной семьи! Боги медитации рождаются благодаря силе самадхи. Многие злые силы, такие как голодные духи, изменили свое положение в состоянии варда. Они способны являться в различных иллюзорных формах голодных духов и демонов и превращаются в само это умственное тело. Голодные духи, живущие в глубинах моря и летящие в пространстве, и все 80 тысяч видов злых сил завладели этим умственным телом, изменив свое положение. В это время лучше всего созерцать великий символ пустоты. Но если ты не можешь этого делать, тогда прими участие в игре иллюзии. Если ты не можешь делать и этого, по крайней мере, не привязывайся к чему, но медитируй на идама, на владыку великого сострадания, и ты станешь Буддой на уровне тела блаженства в состоянии варда. О, сын благородной семьи! Если ты должен войти в лона под влиянием кармы, сейчас тебе будет дано наставление о выборе врат лона. Слушай, не входи в первое же лона, которое появится. Если пришли мстители, и ты не можешь избежать вступления, медитируй на хайя-гриву, поскольку ты сейчас обладаешь тонким, сверхчувствительным восприятием, ты знаешь все места, делай же выбор. Есть два наставления о перенесении в чистое царство Будды и о выборе нечистых сансорических вратлонов, поэтому действуй так. Перенесение в чистое царство пространства, царство очищенных качеств направляется такими словами. Ах, как печально, что я до ныне остаюсь в этом грязном болоте сансары после столь долгих бесчисленных веков, без начала или конца, и в то время, как многие другие уже стали Буддами, я еще не достиг освобождения. Отныне я чувствую себя больным в этой сансаре, я страшусь ее, я истощен ею. Теперь пришло время готовиться к уходу, поэтому я должна осуществить непроизвольное рождение в цветке лотоса у ног Будды, Амиртабхи, в западном блаженном царстве. Сосредоточить мысли на блаженном царстве запада можно осуществить это усилие. Или же, если ты, не отвлекаясь, направишь сильную сосредоточенную мысль к любимому царству, какое пожелаешь, будь то чистое царство, царство совершенной радости, царство плотно наполненное, царство ивовых листьев, гора пальмового дерева или дворец света лотоса в Урбьяне, ты немедленно родишься в этом царстве. Или, если ты пожелаешь отправиться к владыке Майтрее в родное царство, в радостное царство, средоточен на этой мысли. Сейчас в состоянии Барда пришло мне время отправиться к царю Драхмы Майтрее в радостное царство, поэтому я отправляюсь. И ты непроизвольно родишься в сердце лотоса в непосредственной близости к Майтрее. В противном случае, если ты не можешь этого сделать, желаешь войти в Лона или находишь, что ты должен войти в него, есть наставление о выборе нечистых сансорических вратлона. Так слушай. Как прежде ощути своим сверхчувственным восприятием континент, который ты собираешься выбрать и вступи в то место, где процветает учение Будды. Если тебе предстоит непроизвольно родиться в отвратительной навозной куче, эта вонючая масса покажется тебе ароматной. Ты почувствуешь влечение и будешь рожден там. Поэтому, чтобы не возникло, не доверяй ему, но положи конец признакам желания и ненависти и выбери врата Лона. Опять же, очень важно сосредоточиться, думать. Я буду рожден, как владыка империи для блага всех живых существ, или как брахман, подобный дереву сала, или как сын волшебника Ситхи, или в семье чистых последователей учения Будды, или в семье, где и отец, и мать веруют, воплощаясь в тело, обладающее достоинствами, которые могут послужить во благо всем живым существам. Я сделаю добро. Нужно входить в Лона, сосредоточившись на этой мысли. А вот и в этот миг благослови Лона, в который ты входишь, как дворец богов. Обратись с молитвой к Буддам и Бодхисаттвам в десяти направлений и к Идамам, прежде всего, к владыке великого сострадания, и войди в Лона. Избирая врата Лона, под влиянием кармы можно совершить ошибку, приняв хорошие врата Лона за дурные, или дурные за хорошие. Поэтому сейчас очень важна еще одна мысль наставления. Выступая же так, даже если врата Лона кажутся хорошими, не доверяя этому, если они кажутся дурными, не чувствуя неприязни. Истинная, глубокая, существенная тайна заключается в том, чтобы вступить в высшее состояние равновесия, где нет ни хорошего, ни плохого, ни приятия, ни отрицания, ни страсти, ни злобы. Но сын благородной семьи, если ты не знаешь, как избрать врата Лона и не можешь освободиться от страсти и злобы, то какие бы из описанных ощущений не возникли, призывай три драгоценности и обретай в них прибежище. Молись, владыки великого сострадания, продолжай путь с высоко поднятой головой. Отбрось привязанность и тоску о родственниках и друзьях, сыновьях и дочерях, которых ты оставил. Они не могут помочь тебе. Теперь вступи в синий свет мира людей или в белый свет мира богов, вступи в дворцы из самоцветов и в сады блаженства. Наставление в барда, которое освобождает человеческие существа, глубокая сокровенная суть, великое освобождение в результате услышанного. Это сокровище было найдено ситхой, кармалинта, в горе Камподр. Пусть оно послужит для блага учения и всех живых существ. Мы предлагаем сделать короткую завершающую медитацию. Если вы хотите. Да, давайте. Давайте. Давайте тогда. Сядьте там, где вы есть. Если вы устали сидеть, вы можете встать. В любом случае вам лучше выжать ваш позвоночник прямо. И закройте глаза. И снова вернитесь к дыханию. Услышьте ваше дыхание сейчас. Может быть, перед вами или в вашей голове возникают какие-то образы или воспоминания от прочитанного. И попробуйте просто понаблюдать их. наблюдать, какую реакцию они вызывают в вас, в вашем теле. Не привязываясь к ним, не задерживая их, а просто наблюдая и наблюдая телесные ощущения, которые присутствуют с вами в этот момент. Спасибо. И попробуйте внутри себя или если вам захочется вслух произнести фразу «Я не это тело» и понаблюдайте за реакцией, которая вызывает в вас эта фраза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И попробуйте внутри себя, или если вам захочется вслух, произнести фразу «я также не этот ум» и понаблюдать за реакцией. И попробуйте задать себе вопрос и наблюдайте, как ответы появляются и растворяются один за другим. Не привязывайтесь к ответу, просто наблюдайте реакцию, задайте себе вопрос «Кто я?». Продолжение следует... И вновь мягко вернитесь к своему телу, к своим телесным ощущениям, которые присутствуют сейчас, просто наблюдая их. И услышьте собственное дыхание, никак не вмешиваясь в этот процесс, просто позволяя ему происходить. Вновь ощутите себя в том пространстве, в котором вы находитесь, в своей комнате, квартире, дома. И в какой-то момент, когда вам захочется, когда вам будет удобно, найдите возможность открыть глаза. Может быть, еще сохраняя какие-то ощущения, которые есть. Спасибо, друзья. Спасибо всем огромное. Спасибо, ребята, вы боги.